Программа «Полдень» продолжается. В Ставрополе прошел чемпионат по сборке кубика Рубика. Какие испытания приготовили организаторы, узнаем у победителей. Они у нас в студии. Итак, давайте знакомиться. Ну, собственно, организатор Александр Поволодский, а также Роман Поволодский и Егор Беседин. Это победители соревнований. Здравствуйте. Здравствуйте. Ребят, я вот немножечко сейчас организатора попытаю, да, что же это такое чемпионат по сборке кубика Рубика. А потом мы с вами уже перейдем непосредственно к вам. Потом проведем мини-чемпионат здесь. Да, это такой мини-спойлер нашей беседы. Так, проходил в Ставрополе, правильно? Первый раз. Первый раз в Ставрополе. А в других городах России проводится? Да, в других городах России проводится соревнование, чтобы чемпионат был официальным. Нужно приглашение официального делегата Всемирной ассоциации кубика. Вот мы с февраля бились за то, чтобы нам дали делегата. И, наконец-таки, в мае это произошло. В мае мы объявили о соревнованиях. И вот 15-16 в день провели первые официальные соревнования. Называется, как бы, этот вид деятельности спидкубинг. Первые соревнования по спидкубингу в Ставрополе, в Ставропольском крае, в Северокавказском федеральном округе. Первый официальный чемпионат. Сколько участников собрали? Откуда они приехали? Да, география получилась очень обширная. Ижевск, Мурманск, Москва, область московская, ну, ближайшие регионы, понятно, и Листа, Калмыкия, Кабардино-Балкария, Ростовская область, Краснодарский край. Всего собралось 62 участника. Ну, Ставропольский край, Железноводск, Пятигорский, Сентуки, Изобильный, все, что рядом. Вот цифры, цифры, цифры для первого соревнования, вот, ну, такого масштаба в Ставрополе, это достаточное количество участников или хотелось бы больше? Хотелось бы, конечно, больше. Лимит нам установлен был 80, ну, собрали 62, я считаю, вполне достойный результат для первых соревнований. Один день длилось? Два дня. Два дня длилось? Да, было заявлено 14, всего существует 18 официальных дисциплин, у нас было заявлено 14, все 14 состоялись, все 14 комплектов медалей были розданы, уехали в разные города, вот 8 медалей остались в Ставрополе. 8 медалей. Три золотых, три серебряных и две бронзовых. Так, ну вот теперь мы плавно переходим, собственно, к медалям. Ребят, в каких категориях соревновались вы? У меня медали за пирамидку, кубик 6 на 6, вот эта серебряная медаль за сборку ногами и за кубик 5 на 5. Вот сейчас, мне кажется, телезрители, которые до этого не очень внимательно нас слушали, они просто должны все внимание свое включить. Извините, чем собирали кубик? Ногами. Вы? Да, да, да. Не просто собирал, занял второе место. Мне не то, что сложно представить это, честно говоря. А вот наши режиссеры покажут, сколько здесь всего интересного принесли. Давайте, наверное, начнем с пирамидки, да, вот она так прозвучала, но к ногам мы еще вернемся обязательно. Не обещаю, что, конечно, в прямом эфире соберем, ну, хотелось бы, но в другой раз. Так, пирамидка, да? Да. Обычная пирамидка, собственно. Рекорд ваш? Ну, две секунды примерно. Сколько? Две. У меня все хорошо со слухом, просто мы никогда не репетируем с гостями, поэтому вся информация впервые слышится. Две секунды. То есть я сейчас могу вот разобрать все это, да, для вас? Да. Вот, собирать, мне кажется, я буду очень долго, не две секунды. Дольше я буду разбирать, нежели собирать. Так, пока вот я тут занята очень важным делом, 6 на 6, 5 на 5, 3 на 3, вот я вот пытаюсь уловить смысл, да, ваших, это все разное? Это количество граней, ну, вот количество кубических элементов в самом кубике, то есть классический кубик это 3 на 3, то есть вот который все равно кубик Рубика. Вот, да, который Егор держит, это 3 на 3. Егор, покажите нашим зрителям, вдруг кто-то забыл, как выглядит классический кубик. Да, который изобрел. 3 на 3, то есть это как раз, можно я вот, да, то есть раз, два, три, раз, два, три, вот поэтому, собственно, они считаются. 3 на 3. Ну, я так понимаю, это такой папа кубиков Рубиков, да, именно он стал прародителем всего вот этого разнообразия. Так, я увлеклась беседой, сколько вы сказали, 2 секунды? Ну, соберу где-то за 5, за 4. Ну, 2 рекорд. Хорошо, а на соревнованиях за сколько сделали? Среднее 4,71, по-моему, в финале. А вот всегда, даже вот такая тема сейчас ЕГЭ, в воздухе летает, витает, говорят, что вот на пробниках всегда детвора лучше сдаёт, так же, наверное, и у вас, да, происходит? То есть дома в спокойной обстановке всё-таки быстрее? Ну, у кого как, вы знаете, вот именно в этом и состоит мастерство, чтобы в финальном этапе, в финале проявить лучшие качества. Кто-то, конечно, в предварительном этапе собирал хорошо, а в итоге собрал в финале не очень, не занял призовое место. Кто-то поднялся именно в финальной части, когда сосредоточился и в нужный момент проявил своё мастерство. Скажите, а девочки участвуют в этом сложном виде спорта? Да, участвуют, ну, я точной статистики вам не скажу, но я думаю, что 20, где-то, 20 человек из 60 были девочки. И я хотел огласить всю информацию, что самая юная участница была девочкой, ей не было и 8 лет, то есть ей только в октябре исполнится 8 лет. Ну, вернёмся, да, ещё. Самые взрослые около 50. Так, Роман, мне кажется, я его собрала обратно, поэтому отдаю вам. Ну что, стоп, у нас есть таймер, подожди. Сейчас режиссёры дадут отмашку. На старт, внимание, марш! Что это было сейчас? Ну, не рекорд. Сообщают, да, 4 секунды, но с учётом того, что это всё-таки прямой эфир студии... Да, всё-таки произошло, онлайн. Знаете, уберу я от вас его подальше, давайте вот дальше продолжим по вашим медалям такую вот экскурсию. Меня всё-таки интересует сбор ногами. Я не представляю, как вообще к этому можно было прийти? Не знаю, просто видео на ютубе смотрел, мне показалось это интересным, решил попробовать. Первые ваши результаты? 16 минут, по-моему. А, то есть вы его собрали всё равно с первого ногами? Да. Ну, в смысле, пальцами ног? Да, да, да. Я, наверное, глупость сейчас, может, выдержу, но я, правда, я, наверное, на ютубе тоже, когда закончится программа, посмотрю, как-то это происходит. Егор, давайте к вам. У вас тоже необычные, я знаю, что такие заслуги очень. Что у вас за медали? Ну, вот это вот медаль за слепую сборку кубика. Когда запоминаешь кубик, а потом его по памяти собираешь. А вот это вот за мульти слепую сборку, когда несколько кубиков тебе перемешивают, ты их все запоминаешь, потом одеваешь повязку и все собираешь. А, то есть один раз посмотрел и больше нельзя? Да, закрываются глаза, повязка на глаза, судья еще, соответствующий, держит какую-то непрозрачную основу, типа листика, и, соответственно, собирается кубик. Сейчас тоже буду путать карты. Собирается кубик. Ну, пока вы путаете, я бы хотел сказать слова благодарности тем, кто нас поддержал. Это Федерация спидкубинга Российской Федерации, лично Ксении Капкиной, делегату Всемирной Ассоциации Кубика ЖИЦ Марии, нашему генеральному спонсору интернет-магазину speedcubes.ru, а также тем, кто в городе нас поддержал, администрация города Ставрополя, комитет культуры и молодежной политики, лично Коршуну Вячеславу Сергеевичу, заместителю руководителя Стецова Максиму Владимировичу, интернет-провайдеру «Зеленая точка», Старопольскому колледжу экономики и управления «Бизнес-транс», которые помогли нам привезти. Ох, сколько у вас помощников! Ну, по чуть-чуть с миру по нитке, по чуть-чуть собрали мы. Молодежная организация «Оффбитс» нам помогла с волонтерами, потому что мероприятие первое. Очень сложно людям было объяснять, что это такое. Вы сами говорите, никогда этого не видели, не знали. Я готова, я готова. Вы готовы? У меня же его сначала запомнить надо. Я вам его отдам, не переживайте. Сколько времени нужно? Мы же не знаем всего? Ну, наверное, минуты две. Так, вот пока вы его рассматриваете тогда, а вы его так умеете вслепую? И не пытались даже еще, да? Ну, пытался учиться, но не получилось. А в планах? Ну, хочу учиться, конечно. У вас, я так понимаю, вот разные категории, да? Вообще вы не пересекаетесь нигде. Сколько вам лет? 14. А Егору? Тоже 14. А когда вот началось это увлечение все? Три года назад. Просто так, вот на ровном месте? Нет, Егор собирал в школе, да. И я заинтересовался, и вот все. Егор, а вы, так я понимаю, раньше, да? Ну, 4 года назад. 4 года назад. А вот вы как к этому пришли? Меня тоже друг заинтересовал. Все такая цепная реакция. А вы собираете вот этот раз? Ну, я когда-то в детстве собирал, но сейчас... А вы сможете вот собрать полностью? Ну, в течение часа, может быть, смогу. Ну, я так неделю себе закладываю вообще, если честно. Егор, вы готовы? Сейчас почти что. Мы вам не мешаем. После поиск сборки небольшая вот инструкция, если можно. То есть, сначала спортсмен запоминает, то есть, ему дается время, чтобы запомнить, потом он закрывает глаза и собирает по памяти. Если несколько кубиков, точно так же, вот он по порядку их запоминает, он может заявить любое количество кубиков, там, от двух до бесконечности. Вот Егор на соревнованиях заявил 5 кубиков и собрал из них 4, заняв второе место. А кто-то собрал 5, получается? Кто-то занял первое место, он заявил 9 и собрал 8. А, ну, в общем-то... По общему количеству. Да, по общему количеству надо считать. Возраст участников, которые сражаются именно в одной категории, он одинаковый или разнится? Нет, абсолютно нет деления на возрастные категории, в данном случае, по Всемирной ассоциации кубика. То есть, вот я же говорил, от 8 до 50, они могут встретиться, да? Да, они все в одной, все, да, встретиться. И я так понимаю, возраст тут нерешающий фактор, абсолютно, да? Да, возраст нерешающий фактор. А вот девочка, которая 8 лет, она что-то заняла? Нет, она первый раз участвовала, ей родителям было очень приятно, что вообще такое произошло, что вот они искали и хотели, и вот пришли и начали. Они из Ставрополя были? Да, они из Ставрополя были, да? Да, то есть, многие благодарили, что мы, вот, дети сами собирают, не зная, куда пойти, что, где посоревноваться, на что посмотреть. Многие, увидев результаты в финале, когда собирали за 7 секунд, 55 сотых, кубик 3 на 3, поняли, к чему стремиться и подходили с словами благодарности. И приезжие родители, которые бывали на многих соревнованиях, отмечали, что и организация, и само помещение, и город, и приветливость людей в Ставрополе была на высшем уровне. Так, Егор, готовы? Да. Сейчас, по-вязку. Сейчас. А, давайте я подержу. А, нельзя, да, уже в руки забирать? Хорошо. Не будем нарушать правила. Ну, по официальным, да, то есть, есть определенный судья, который рядом с ним сидит, чтобы спортсмен ничего не нарушал, и, соответственно, спидкубер уже начинает собирать. Ну что, на старт, внимание, марш, вы нам говорите, когда вы готовы. На старт, внимание, марш. Ну, да, да, на самих соревнованиях тишина, полная тишина. То есть, даже... У меня слов нет. Даже шум комиссионеров мешает. Хм-хм. 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 Время. Слушайте, у меня мурашки, честно. У меня мурашки. 50 секунд, мне говорят режиссеры, я такой, честно говоря, для меня... А на соревнованиях сколько было? Для меня это чудо. Минута 15 вместе с запоминанием. Минута 15. А, ну, вместе с запоминанием, ну, прибавьте еще 20 секунд, которые он смотрит. Ну, в любом случае, это потрясающе, у меня нет слов, правда, я даже не знаю теперь, что еще, как еще можно воспринимать кубик-рубик, как не вот с вашими вот этими умениями. Какие планы, ребят? Глазами собирать, я не знаю, что самое, чем самым необычным части тела можно собрать кубик? Я уже смирилась с ногами, ладно? Нет, официально только ногами собирают, но и одной рукой. Одной рукой, это тоже ваше, да? Ну, они, ребята, участвовали, но недали поехали в другие города по этим дисциплинам. Я, вы знаете, вот, честно, хотела спросить, есть какие-то секреты, которые вот новичкам вы посоветуете? Просто учить алгоритмы и тренироваться. Просто учить алгоритмы и тренироваться? Все очень просто. Что вот это такое? Можете рассказать? Потому что я, честно говоря, вижу впервые. Двенадцатигранник Мегаминекс. Он, в принципе, собирается как 3х3, только чуть посложнее. То есть он состоит, в принципе, из двух кубиков 3х3. Вот в него запихнули два кубика 3х3. В него запихнули... Очень интересное объяснение, да. У меня, скажи, голова идет кругом. Покрутите его, чтобы было понятно, как грани эти крутятся. В ваших семьях кто-то, кроме вас, вот этим занимается? Ну, папа. А так я еще брату. Папа сказал, что нет. Брата пытался учить, но он не учил. Пока у вас. У меня сестра младшая тоже. Втянулась. Да. И начал брата учить. Что у вас по математике? Пятерки. Ну, просто на вопрос... Другого не может быть. А в других дисциплинах вот так же ловко? Ну, да. Школа вами гордится? Ну, на... Какие... Давайте, ладно, хорошо. Провери соревнования в Ставрополе. Ура, молодцы. Что дальше? На этом же не останавливаемся. А чемпионаты мира. Вот у меня все, меня уже понесло. Ну, чтобы ехать... Участие в чемпионатах мира. Участие свободное, в принципе, в любых соревнованиях. То есть ты можешь приехать, как к нам приехали из любого региона России. Вот из Ижевска приехали специально на соревнования. Не проездом там никак. То есть и ребята забрали много медалей. Участие свободное. Вопрос результатов. Если у тебя есть нужные результаты, чтобы показать там достойный результат, показать себя, то тогда, конечно... Вот как вы оцениваете ребят? На какой уровень? Есть чем стремиться. Ну, есть рейтинг всероссийский, есть рейтинг международный. Роман входит в российский рейтинг по многим дисциплинам в 50 по России. По каким-то дисциплинам, где хуже, собирает в 100. В первые 100. То есть, ну, естественно, есть чем стремиться. А лучший рейтинг какой? 26, по-моему, сборка ногами. 26 в России. Ваш именно, да? Вот, честно говоря, у меня желание просто еще раз позвать вас когда-нибудь к себе в полдень подготовиться и показать зрителям, что такое собирать кубик-рубик ногами. Ну, да, конечно, это очень экзотически, особенно для зрителей, кто первый раз, вот кто Ставропольца и из края, кто первый раз приехал на соревнования. Конечно, экзотические дисциплины эти очень-очень выглядели интересно. Тренируетесь? Или это просто вот в процессе чего-то ты делаешь и просто крутишь его? Нет, нет, определенно тренируем. Так, сколько времени уделяете там? Ну, 2-4 часа примерно. В день? Вот перед соревнованиями особенно много, да. И каждый день? Или бывают дни, когда вы даже не притрагиваетесь? Ну, бывает, именно когда очень устали. Когда вы обиделись друг на друга, да? Учеба. Когда учеба школьная, конечно, чуть-чуть меньше. Сейчас на каникулах занимались активно ребята к соревнованиям и результат показали. Жалко, не смог еще один прийти, участник, который две брозовые медали. Ну, в следующий раз как раз вот Роман-то ко мне еще вернется, поэтому берите и третьего с собой. Спасибо огромное. Вот мне режиссеры предлагали тоже собрать кубик-рубика в прямом эфире. Я сказала, что это затянется на неделю, а у нас столько просто времени нет. Поэтому я вас еще раз поздравляю. Спасибо вам огромное за ваши успехи. Мы вами ужасно гордимся. И всего вам хорошего. До свидания. Спасибо.